Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим первое видео из серии 300 ловушек в летающих шашках. От чемпиона Европы, вице-чемпиона мира по блицу, международного гроссмейстера Евгения Кондраченко. Первая леталка А3 летит на Б4 и ход белых. Белые играют обычно БЦ5 здесь, черные меняются. Ну и здесь возможно следующая ловушка. БЦ5, БА3, ФГ5, ЖФ4, ЖФ6, АБ2, ЕД6. Белые играют ДЦ3 и на ход АЖ7. Здесь в партии Марат Лев, Евгений Кондраченко, Марат растерялся. Он сыграл ЦБ4 и этот ход проигрывает из-за несложной комбинации. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Черные играют ЦБ6, отдают две шашки. Затем играют ДЦ7 и строят под ударную цепь. И красиво побеждают. Следующая ловушка леталки А3 летит на поле АЖ4. Из партии Норрель Кондраченко 2012 года. Значит у белых видно, что перегружен правый фланг, левый наоборот слабенький. Поэтому белые играют БА3 для равномерного распределения сил. Черные играют БА5 и белые начинают тянуть свои шашки с правого фланга на левый. ЕД4, ЦБ6. ФЕ3, ДЦ5. Черные связали центр белых. И белым надо играть аккуратно. Они играют ЖФ2. И черные меняются. ФЖ5. Белые заняли центр, черные его окружают. Белые играют ЖФ4. И здесь черные ошиблись. Они сыграли БЦ7. И белые проводят комбинацию. Друзья, еще раз напоминаю. Прежде чем ослабить дамочное поле, это один из мотивов для проведения комбинации, надо всегда внимательно смотреть, не может ли соперник провести комбинацию или удар. Белые начинают и выигрывают. Значит, вначале отдаем 3 шашки и забираем 2. Черные бьют. И с помощью ударной колонны наносим решающий удар. С выигрышем. Следующая леталка. Б2 летит на поле Д4. От белых. Белые играют ЖФ4. Черные связывают центр белых. ДЕ5. Белые играют АБ2, развивая свой сильный левый фланг. И черные играют Б5. Вот здесь белые ошиблись. В партии Юсубов-Щебенюк 2023 года. Белые сыграли ФЖ3. Малозаметная ошибка, но после нее черные провели красивую комбинацию. Во всех позициях ставьте видео на паузу и пытайтесь самостоятельно найти выигрыш. Лучше всего расставить шашки на доске и тихонько решать комбинацию. Если не получается, тогда смотрите ответ. То есть опять же, видим ослабленное дамочное поле, поэтому напрашивается вот такой удар. Отдаем шашку АБ4, приходится бить на поле С5. Затем играем ЕФ4. Ну и как бы белые не били, например так, выбиваем шашку С3 с помощью размена и наносим свой финальный удар с выигрышем. Так, в следующей леталке есть две ловушки. Значит, сперва рассмотрим ловушку за черных. Из моей партии с неким Максимом. Судя по всему, ему 11 лет. Вот, друзья, мальчик меня победил. Бывает. Но видно, что у белых неприятная позиция. Белая Ф2 улетела на Аш4. И я попытался как-то укрепиться в центре. СД4. Мой соперник ответил СД6. Я играю БЦ3. ДЦ5 и СД6 ответил соперник. И вот здесь я ослабил важное поле. А1. Опять же. Ну, блиц был. Ладно, но все равно обидно, конечно. До сих пор. И здесь мой соперник нашел классный ход. БЦ7. То есть неминуемо будет вот такая комбинация. На любой ход. Ну, я сыграл ЖФ4. Черные выбивают шашку С3. Неминуемо, видите. Как бы не побить. И наносят решающий удар на поле А1. Симпатичный. Следующая ловушка также за черных из партии. Двух гроссмейстеров. Никита Славянова и Евгения Кондраченко. Белые сыграли ЖФ2. Черные играют БЦ5. СБ4. ФЕ5. Черные занимают центр. Белые его окружают. БЦ3. ЖФ6. БА5. СБ4. Вот здесь белые сделали напрашивающийся ход. ЕФ4 с идеей связать центр черных. Но черные нашли симпатичную комбинацию. Попытайтесь найти и вы ее. Черные сыграли ЕД4. И прорвались на поле Ж1 с выигрышем. Следующая леталка. Д2 летит на Б4. Белые играют Б5. Черные играют ФЕ5. Занимают центр. Значит, белые разменялись. СД4. И черные связали. Центр белых. То есть у белых большое переразвитие. Поэтому связка вот здесь. В данном случае она черным выгодна. Далее в партии было. ЖФ4. ЖФ6. АЖ3. ФЖ5. Белые сыграли АБ2. И черные заняли важное поле. АЖ4. Для того, чтобы окружить центр. Очень важно его занять. Далее в партии было. БЦ3. ЕФ6. И вот здесь белые неосторожно сыграли ФЕ5. То есть видите, мотивы для проведения комбинации. Так называемая решетчатость. Плюс так называемый роздых. То есть следующим ходом белые обязаны побить шашку Ф6. Или свободный темп по другому. И черные провели комбинацию. Черные сыграли ЦБ4. Грозят побить 3 шашки. Поэтому приходится бить на поле Ц5. И черные сыграли ЦД6. Грозят уже побить 4 шашки снова. Поэтому у белых 4 варианта ответа. Но все они проигрывают. Покажу лишь один вариант. Остальные разберите самостоятельно. Здесь выигрыш у тех вариантов у черных. Белые могут побить 2 шашки. Здесь аккуратно бьем на поле H2. И после того, как белые бьют, 1 шашку забираем 4 с выигрышем. У белых 5 шашек. У черных 7. Например, как было в партии Быстров-Лебедев 1996 года. Следующая позиция. Это анализ Евгения Кондраченко. Значит, в этой позиции, возможно, несколько ловушек. Если белые играют СБ4, тогда играем ДЕ5. И на ход ДЕ3 играем ФЖ5. Вот здесь, видимо, лучше всего белым разменяться назад. Но если белые сыграют ЕД2, вообще-то этот ход, честно говоря, не просится. То есть, зачем сдвигать царскую шашку, непонятно. Черные играют ЕД6. И вот здесь ход GH4. Вот этот ход уже, скорее всего, напрашивается. То есть, когда черные разменяются вперед, белые выстроятся таким образом и разменяются назад. Но здесь черные также проводят симпатичную комбинацию. Фирменный стиль Евгения Кондраченко. Я думаю, уже старожилы канала догадались, что это за комбинация. Правильно. Комбинация присоска или контрудар. Я еще ее по-другому называю пиявка. Играем ДЦ5. У белых два варианта боя, но оба они проигрывают. Если побить шашкой H4, мы просто выжидаем. И затем попадаем в дамки и легко выигрываем. Если же белые бьют в эту сторону, тогда здесь надо еще сыграть точно. Сыграть Fe7. И видите, дамка у черных будет, но она неминуемо погибнет. Поэтому здесь надо грамотно побить на поле С3. И когда белые бьют на Д4, меняемся в БЦ5. Шашек поровну, но у черных подавляющий центр. Поэтому здесь черные должны постепенно победить. Возвращаемся к началу партии. Еще, возможно, ловушка после хода СД4. Так, здесь уже белые будут побеждать, развернув доску. Значит, СД4. Если черные меняются в центр, в принципе, логичный размен. Можно сыграть ДЦ3. И на ход БЦ5 играем СБ4. То есть хода HG7 нет из-за АБ6. И белые попадут в дамки. Поэтому черные играют FG7. Ну и также HG5 тоже нет. Видите, отдали 2, забрали 3. Поэтому приходится играть FG7. Вот здесь уже сдвигаем царскую шашку. И на напрашивающийся ход HG5 наносим красивую комбинацию. Везде ставьте видео на паузу и пытайтесь самостоятельно найти выигрыш. Играем АБ6. Пропускаем черных дамки. Затем дамку ловим. Ну и постепенно побеждаем. Так, следующая леталка Е3 на Б4. Значит, явное преимущество у черных. Белым надо играть очень аккуратно. То есть шашка из центра улетела на левый фланг. Белым приходится уходить на бортик. Б5. Черные играют FG5. Белые играют СБ4. Ну и на ход GF6 играют ДЕ3. С идеей разменяться назад. Ну и постепенно уравнивать позицию. Черные играют FG5 и белые меняются назад. Здесь черным можно сыграть FG7. И белые играют CD2. Вот здесь черные ошиблись в партии Пашкевич-Лобазин 1999 года. Они сыграли ED6. Напрашивающийся ход. В принципе логичный. Укрепиться в центре. Но он тоже проигрывает. Играем GF4. И меняемся 2 на 2. Затем нападаем на шашку Е5. Черным приходится отходить. И неминуемо наносим так называемый удар по затылку. Как бы черные не побили, белые остаются с лишней шашкой. Несложная, но симпатичная ловушка. Следующая ловушка, возможно, в дебюте. Черная А7 летит на поле А5. Например, как было в партии Кондриченко-Норрель. Кстати, подобную ловушку мы сегодня уже смотрели. В партии было GH4, FE5. FG3, GF6, EF4. У черных центр, но белые его надежно связывают. Поэтому преимущество здесь, конечно, у белых. Черные делают выжидательный ход B7. И белые играют GF2. Черные играют Bc5. И вот здесь белые ошиблись. Они хотели еще поиграть. То есть надо было бить уже 2 шашки. А они побили только 1. С идеей окружения. Ну, здесь такую подобную ловушку мы уже видели. Черные сыграли FG5. Отдали 3 шашки и побили 2. Ну, и за счет колоночки нанесли свой удар. Да, такое мы видели. Следующая ловушка из леталки. D6 летит на А5. Значит, вот в этой позиции, возможно, ловушка, которая свелась к партии Слезкин-Даниелин. Партии аж 1947 года. То есть позиция будет бородатая, что называется. Белые играют GF4. Черные играют FG5. Здесь белые делают классный ход. AB4. То есть, видите, на ход GF6 последует размен 2 на 2 с преимуществом. А на ход CD6 или ED6 последует размен 2 на 2. И также у белых будет, конечно, большое преимущество. Поэтому в этой позиции черные предпочли сыграть GH4. В принципе, логичный ход. И белые поставили кол. Разменялись BC5. Черные игра GF6. Развивается усиленный левый фланг. И белые сыграли FE3. Ловушечный ход. На ход HG7 белые неожиданно сыграли ED4. И вот здесь, друзья, конечно, всем хочется напасть. HG3. Согласитесь, очень заманчивый ход. Но здесь белые проводят симпатичную комбинацию. Также поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Белая игра DE5. Отдают две шашки. Затем делают выжидательный ход DE3. И наносят свой финальный удар на поле H8. И постепенно побеждают. Так, в следующей позиции возможны H4 ловушки. Значит, черная H6 летит на поле A5. Ну, давайте рассмотрим. Здесь возможны ходы CD4, GF4 и GH4. Если белые играют GH4, черные играют, допустим, GH6. Ну, допустим, HG3. Снова, видите, у черных перегружен их правый фланг. Поэтому они перекидывают свои шашки на левый фланг. Играют DE5. Далее, EF4, CD6. И вот здесь возможны два хода. FE3 и DE3. Рассмотрим сперва ход FE3. Черная игра от BC7. И белая игра от GH2. Построили колоночку. В этой позиции, если черные играют FG7, напрашивающийся ход, в принципе, то они проигрывают. Вначале меняемся CB4. И видите, хода BA5 нет из BC5. И белые попадут в дамки с выигрышем. Поэтому у черных единственный ход BC5. Теперь играем CD2. Значит, у черных есть два хода. ED4 и AB6. Давайте рассмотрим оба. Если черные играют ED4, ну, здесь несложный ударчик. Играем DC3. Затем выбиваем шашки H6 и D6. И наносим свой финальный удар. Как бы черные не били. Красиво съедаем H5 шашек черных. И побеждаем. Так. Поэтому, если черные здесь делают более логичный ход AB6, здесь также белые проводят комбинацию. То есть, видите, у черных ослаблены два дамочных поля. Поэтому белые отдают три шашки. Затем играют DC3 и выбивают шашку D6. Можно побить на поле F8. Ну и здесь белые постепенно побеждают. Несмотря на две лишние шашки у черных. Позиция черных плохая. Проигранная. Так. Если в этой позиции... Так. Ну давайте к началу вернемся. Если в этой позиции белая игра, допустим, CD4. Тогда, возможно, такая ловушка за черных. Перевернем доску. Значит, на CD4 играем. D5 связываем белых. BC3. CD6. EF4. В начале черные связали белых. Но затем белые взяли центр черных клещей. GH6. CB2. HG7. Значит, белые играют FE3. И на размен BC5. Здесь правильно играть ED4. Но если белые сделают напрашивающийся ход AB4, то, возможно, стандартная комбинация. Очень часто встречается в дебюте перекресток. Надеюсь, вы ее найдете. Не сложная, но симпатичная вещь. Играем ED4. Сюда бить нельзя. Видите, побьем 3. Поэтому приходится бить на поле C5. Тогда отдаем еще одну шашку. Еще одну. И красиво побеждаем. Так. Следующая ловушка. Значит, если в позиции после GH4, GH6, HG3, DE5, EF4, CD6. Вот здесь мы первый раз посмотрели ловушку после хода FE3. Помните? Если же белые в этой позиции играют DE3, здесь, возможно, уже ловушка за черных. Черный играет BC5. И на ход CD2 играет AB6. Далее, возможно, GH2. И вот здесь черные наносят красивый удар. Поставьте видео на паузу и попытайтесь его найти. Опять же, напрашивающиеся удары. Видите? У белых ослаблены дамочные поля. Вначале играем CB4. Отдаем две шашки. Затем нам надо добраться вот до этой шашки, выбить ее. С помощью жертв мы этого достигаем и наносим свой решающий удар. С выигрышем. Так. И еще одна ловушка. Возможно, в начальной позиции уже за белых. Так. Переворачиваем. Соску. Значит, если в этой позиции белая игра от GF4. Тогда на ход BC5 нападаем. Лучше всего черным закрыться. И белая игра от BC3. Здесь черные делают, в принципе, напрашивающийся ход BC7. Ну, можно было, наверное, лучше всего разменяться CB4. А вот BC7 красиво проигрывает. Опять же, видите, черные ослабили дамочное поле. Надо всегда внимательно проверять возможности соперника. И не увидели симпатичную комбинацию. Играем FG5. Затем выбиваем шашку D6. И наносим удар на поле B8. С выигрышем. Ну, и последняя ловушка на сегодня. Значит, черная летит. Черная H6 летит на поле H4. Рассмотрим партию макаров-одиноков. Значит, преимущество у черных. У них переразвитие. Поэтому белым надо играть аккуратно. Белые сыграли CB4. Черные ответили DE5. Белый играет BA5. И вот здесь черные сделали неосторожный ход BC5. Как использовать эту ошибку. Ну, здесь еще возможна ловушка за черных. Например, BC3. Напрашивающийся ход за белых проигрывает. Как вы знаете. Играем BC5. Затем CB6. И здесь черные выигрывают. То есть белым надо меняться. Ну, черные просто играют BC7. Отъедают шашку C5. И постепенно побеждают. Такая типичная ловушка, кстати. Возможно и в классических дебютах. Но белые здесь четко ответили вместо BC3. EF4. Сложный ход. Тяжело его найти. Белые. Черные вынуждены закрыться. CD6. И белые делают еще один очень сильный ход. FG5. Но черным нельзя нападать. G6. В принципе, напрашивающийся ход. Из-за небольшого удара. AB6. Побили, побили. Побили, побили. Побили. И белые остаются с лишней шашкой. У черных сколько? 8. У белых 9. Поэтому в этой позиции черные сыграли BC7. Белые играют GH6. И вот эта шашка уже очень стесняет силы черных. То есть, видите, у черных застряла шашка H8. Поэтому черные как-то пытаются здесь еще уравнять позицию. Меняются назад. Белые играют DC3. Четкий ход. И на AB6 нападают. Черные закрываются. И белые меняются. Здесь черные разменялись. D5. И после этого хода белые снова провели комбинацию. И красиво победили. Поставьте видео на паузу. И попытайтесь ее найти. Белые побили четко на поле D6. Теперь сюда бить нельзя. Из-за банального FE7. И белые выиграют. Поэтому черным пришлось побить назад. А здесь комбинация стрела. Отдаем одну шашку. Затем вторую. По прямой. Видите. Поэтому и название такое. Стрела. Белые наносят удар. И побеждают. Друзья. Если вам понравилось данное видео. Не забывайте поддержать мое творчество. И творчество международного гроссмейстера. Евгения Кандраченко. Лукасом. И подпиской. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной весках. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.